Уважаемые друзья и посетители моего канала, сердечно приветствую вас. После моего предыдущего музыкально-аналитического обзора на выступление Димаша на конкурсе «Сингер» в 2017 году с песней SOS, ссылочка будет вот здесь вверху, я получил от вас несколько тысяч комментариев и среди них было большое количество тех комментариев, где вы просили меня продолжить делать свои музыкально-аналитические обзоры на выступление Димаша на этом конкурсе. С радостью. Поэтому сегодня я хочу представить вам свой музыкально-аналитический обзор на выступление Димаша во втором туре этого конкурса, где он исполнил песню «Опера-2». Он это исполнил 28 января 2017 года. Это был Новый год по лунному календарю в Китае, и наступил год петуха, который благоварил актерам и музыкантам. И вообще весь 2017 год стал очень знаковым годом для Димаша и для тех, кто любит его творчество, потому что Димаш стал известен всему миру. Поэтому располагайтесь возле ваших мониторов и экранов, и я сделаю сейчас пока небольшой анонс того, что вы сейчас увидите. Мы с вами посетим родину Димаша – Казахстан. Мы с вами познакомимся с его родителями, узнаем древний казахский обычай и поймем, почему Димаш называет свою бабушку также мамой. Я внес небольшие изменения в программу своей записи и своего обзора, потому что совсем недавно я переболел ковидом-19. И благодаря вашей поддержке и вашим молитвам я очень признателен за них. Я сейчас здоров, но я решил немножко переиначить, перефразировать слова Михаила Афанасьевича Булгакова, великого русского писателя, о том, что человек смертен и он даже внезапно смертен. Я решил включить в свой обзор, свое личное воспринятие Димаша. Я хочу раскрыть темы, кем Димаш является, на мой взгляд, каков его дар, дать определение этому дару, кто стоит за этим даром или что стоит за этим даром, и почему у Димаша диапазон уже более шести октав и, может быть, даже больше. Это не принципиально, потому что тот дар, которым он обладает, предусматривает такую широту диапазона. А сейчас для алгоритмов Ютуба поставьте ваши лайки, если считаете это нужным, подпишитесь, поставьте колокольчики. Это нужно именно для алгоритмов Ютуба. И мы начинаем да, и разумеется, конечно же, в конце будет дополнительный бонус. Это будет очень юмористическое исполнение Димашем оперы 2. На казахском телевидении и на казахском языке мне очень понадобится помощь наших дорогих казахстанцев и тех, кто владеет казахским языком, для того, чтобы я смог понять и те зрители, которые будут смотреть, также смогли бы понять, о чем поет Димаш. Давайте начнем. А начнем мы с той части, которая не вошла в мой предыдущий музыкально-аналитический обзор. Это будет оглашение результатов. И таким образом первое мое видео и второе будут логически связаны друг с другом. Какая интересная заставка. В ней очень много смыслов. Не находите? Напишите, что вы думаете по поводу этой заставки, конкурсу. И, конечно, мы с вами обязательно пройдем за кулиси, как вы и просили. Разумеется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот выходят конкурсанты после оглашения результатов голосования. Терре исполнила неплохо свое произведение, но недостаточно сильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майкл Вонг очень мощно, не сильно выступил. Слабовато. Танцзинь, она сильнейшая исполнительница. И вот Димаш. Я знаю, что вы сейчас все внимательно смотрите на Димаша. Я специально остановил. Пожалуйста, обратите ваше внимание на рая наставника Димаша, который крайне слева, на его выражение лица. Оно в очень многом говорит и могло бы даже быть мемом сегодняшнего видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас тяжелейшая нагрузка психологическая, которая была и которая находилась на Димаше и на арае, наконец-то разрешилась. Это было очень непросто, очень тяжело. И сейчас Арай как бы немножко снимает с себя вот этот вот напряг, вот это напряжение, которое было после волнительного первого выступления Димаша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень темная лошадка. Я специально остановлюсь на этих словах, потому что они обладают определенным значением и, возможно, помогут мне в будущих обзорах на Димаша, потому что Димаш своим появлением, триумфальным появлением на этом конкурсе, спутал карты многим игрокам. И это нужно учесть. Вот и Казахстан. Димаш называет свою бабушку и своего дедушку, также папа и мама, потому что это древний казахский обычай, где старшего ребенка могут отдать на воспитание родителям отца. Бабушка Димаша, которого он называет мама, самоотверженно помогала ему, как и родители. И вот появление такого феномена, как Димаш, это труд очень многих поколений, как преподавателей, так и родителей, которые вкладывали в Димаша свою силу и свои знания для того, чтобы мог раскрыться его талант во всей полноте. Вы здесь узнали Димаша? Я лично, нет. Вот родители Димаша. А вот и мама. Она просто красавица. Сейчас у Димаша более шести октав, возможно, еще больше. Димаш начал говорить немножко на китайском языке. Опять китайский. Английский. Шоковое состояние он произнес на русском. Очень приятно это слышать. Обмен культурными связями в этом мире очень важен. Культурными и духовными. А вот Димаш спит богатырским сном. Димаш не просто спит. Дело в том, что снятие стресса посредством хорошего здорового сна это наиболее легкий и правильный путь. Потому что голос во сне и отдыхает физически, и психически. Необходимо снимать с себя очень тяжелые нагрузки, которые испытывают певцы на таких конкурсах. Очень важный момент. Я объясню его значение. Дело в том, что звезды, которые приезжают на конкурсы, все обладают своим характером. Очень часто строптивы, придирчивы, капризны. И команда, которая работает под их началом, вся изводится от нервов. Я это знаю. То, что сейчас делает Димаш, он делает замечательную вещь. Он успокаивает всю свою команду и настраивается. И их настраивает на положительный лад, на позитив. Это крайне важно, потому что потом они будут им уплатить такой же благодарностью и позитивом в ответ. А вот и оглашение результатов первого тура. Видите, как бабушка реагирует на нее? Очень сердечная реакция. Бабушка и дедушка. Папа и мама вторые. Давай, амазь. Сынергея, амазь. Папа и кемге. Димаш счастлив. Выдыхает из себя вот этот вот напряг, напряжение тяжелейшее, которое было во время исполнения на первом туре. Разумеется, Димаш уже популярен в Китае. Его посмотрело несколько сотен миллионов китайцев, которые стали желать подойти к нему на улице и взять автографы. И устроители этого конкурса вынуждены даже были попросить, чтобы приставили к нему bodyguards, охранников, которые бы защищали немножко его от волеизвеления толпы. Но все равно люди продолжали подходить к нему, желать брать автографы. Димаш стал очень популярен, особенно после того, как он участвовал во втором туре, о котором мы сейчас говорим. С ним познакомились миллионы китайцев, сотни миллионов и, соответственно, наверное, сотни миллионов, если не больше, жителей всего земного шара. Выкладываться на все сто – это особенность Димаша и она напрямую связана с тем даром, который он имеет. Ну плюс это еще и личные качества, но и это связь с тем, что он имеет внутри себя. Димаш самый молодой, ему 22 года. Тереза самая возрастная в этой группе исполнителей. А вот и сюрприз для Димаша, который он не ждал. Его отец Канад прилетел, чтобы поддержать Димаша и для того, чтобы решить некоторые вопросы. Димаша и Димаша. Было два типа голосований. Первый – это 500 зрителей, которые являлись жюри, которые выбирали, кто пройдет в следующий тур, а кто не пройдет. И было внутреннее голосование между конкурсантами, которые выставляли оценки всем конкурсантам, которые участвовали. И Димаш и Тереза заняли по этому внутреннему голосованию первое место. И у них будет право приоритетного выбора очередности своего выступления. Это очень важный момент. Потому что в прошлый раз Димаш выступал первым. Это было очень и очень напряженно и ответственно. Это огромная ответственность. А сейчас у них будет выбор, под каким порядковым номером выступать. И выбор должен быть мудрым. Номер седьмой, то что ей советует наставник, крайне неверное решение. Потому что публика уже будет эмоционально то, что мы называем перегоревшей. Будут сильные выступления до этого. И седьмым номером, как и первым, лучше не выступать. Нет, 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 нет. Пять. 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 Хороший выбор. Примерно посередине. Четвертый. Прекрасное решение. Потому что публика будет уже разогретой. И она сможет воспринимать Димаша очень хорошо. А вот список участников и чьи произведения они будут исполнять на этом конкурсе. На этом втором туре конкурса. Семь участников. Этот тур на вылет. Седьмой и самый слабый покинет соревнования. Волнуются абсолютно все. Посмотрите на их лица. Секунды до начала. До старта конкурса. До. 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 Майкл Уонг. Ему выпало первое место в выступлении. Он выступил достаточно слабо. Тань Цзинь. Ей выпало второе место. Очень сильное выступление. На вылет. Очень эмоциональное. До. И Те Рэй. Она весьма неплохо исполнила и поднялась потом в статусе. И заняла более высокое место. Спасибо. В некоторых переводах с других языков я читал и видел, что переводили немножко по-иному. Называли его «младший братец». Иностранный. И я думаю, что «иностранный младший братец» это гораздо более четко отображает отношение китайской публики к Димашу. Это называется «Димаш Коу-Сяо-Гога». «Димаш Коу-Сяо-Гога» сегодня будет дать ей шоу «Димаш Коу-Го-Чи». Я также встречал в переводах с иностранных языков того, что сейчас говорит Арай, наставник Димаша, о том, что не просто Димаш будет исполнять песню Витаса, он будет петь в оригинальной тональности, в которой и Витас пел. И я это могу подтвердить. Они оба поют тональности фа минор, и поэтому камертон сегодня мне не понадобится. Более того, во время музыкально-аналитического обзора мы с вами зафиксируем мировой рекорд для этой песни в исполнении Димаша. Димаш поднимет вначале тональность, которая была изначально на полтона, потом еще на полтона. И для того, чтобы это все было наглядно, я размещу специально виртуальную музыкальную клавиатуру для того, чтобы мы могли зафиксировать с вами этот мировой рекорд. Совсем как книга рекордов Гиннесса. Но только она будет наша. Эти музыкально-аналитического обзора. Эти музыкально-аналитического обзора. Публика помнит уже Димаша. Ну что ж, позвольте именно на этом моменте остановить. И сейчас, позвольте, мои дорогие друзья, перед тем, как я начну свой музыкально-аналитический обзор, я сделаю то, что было не запланировано мною, но удивительное стечение обстоятельств в связи с моей болезнью и сейчас уже выздоровлением, но я решил рассказать вам свое личное отношение к Димашу. Позвольте, я это начну прямо сейчас. Итак, среди многих обозревателей его творчества, среди вокальных тренеров, среди тех, кого называют реакционерами, я встречал разные оценки Димаша, разные оценки его творчества, но, на мой взгляд, ни одна из них не касалась самого основного, самого фундаментального. Кем является Димаш? На мой взгляд и по моему мнению, Димаш является вокальным пассионарием. Что я вкладываю в понятие пассионарий? Пассионарий – это личность, человек, душа, которому творец, или, если хотите, природа, передали огромный заряд энергии, огромный потенциал для того, чтобы посредством этого пассионария, творец или природа, эволюционно изменяли этот мир. И пассионариев очень легко узнать, у них есть у всех одно отличительное свойство, одна особенность, которая отличает именно дар пассионария от дара гения и любых других. Весь мир можно поделить на две части. До момента прихода пассионария в этот мир и момент того, когда он уходит, и люди осмысляют его деяния, его творчество. И мир, можно заметить, после их приходов изменяется бесповоротно. Объясню вам на примерах. Это несложно. Если вы возьмете, например, религиозную сферу, то там вы легко можете назвать нескольких пассионариев. Это, конечно же, Гуатама Будда, Иисус Христос и пророк Мохаммед. После их появления в нашем мире мир изменился, и можно поделить мир до их прихода и после. Если мы возьмем с вами мир художественного слова, поэзии, стихов, то это будет, конечно же, Уильям Шекспир и Александр Сергеевич Пушкин. Если вы возьмете ученых, то, конечно же, это будет, например, русский химик Дмитрий Иванович, Менделеев, Леонардо да Винчи. Я думаю, что даже Никола Тесла. И Димаш, его дар пассионария – это дар, который призван изменять этот мир. А поскольку он у нас с вами вокальный пассионарий, это явление, в принципе, уникальное. Вообще, приход пассионария – это событие для всего мира, потому что их появление, мы пока не знаем эту механику, но они появляются раз в несколько поколений, и у нас с вами сейчас есть счастливая возможность наблюдать живого пассионария, посредством которого Творец предусматривает, или природа, как хотите, изменения, эволюционные в нашем мире. При этом, поскольку Димаш – вокальный пассионарий, то изменения будут происходить, конечно же, посредством его голоса. То есть, через те вибрации, которые проходят через голос Димаша, то, что мы видим физически, будут проходить вибрации иного порядка. И поэтому, для того, чтобы эти изменения были необратимы и сильны, действенны, Димашу дан практически безграничный диапазон. Это особое дополнение к его дару. И, соответственно, можно будет следить, те, кто могут это делать, за тем, как вибрационно, через соответствие вибраций, тот дар, который есть в Димаше, будет воздействовать на зал, на людей, на всех нас. Поэтому я встречал, например, людей, которые считают, что Димаша можно слушать как в музыкально-терапевтическом смысле. Да, то есть, он воздействует как музыкальная терапия. Конечно, да, потому что тот, кто стоит за Димашем, является лучшим терапевтом. Также голос Димаша некоторые считают, что позволяет лечить какие-то болезни или, по крайней мере, положительно воздействовать на них. Разумеется. Опять же, тот, кто стоит за Димашем, если я говорю моим языком творец, естественно, является лучшим лекарем, лучшим врачом. И поэтому он может через посредства тех, кого он посылает в этот мир, этот мир изменять, улучшать, лечить. И сейчас я вернусь уже к музыкально-аналитическому обзору, дорогие друзья. Но чтобы на вас не навязывать, своего мнения, не продавливать его. Я хочу вернуться исключительно к музыкально-аналитическому обзору. А для этого мне поможет второе определение Димаша, которое я дам прямо сейчас. Димаш сейчас одет немножко как мастер каких-то восточных единоборств. тем более он выступает в той стране, где многие стили родились. Эти необычные стили. Но Димаш не мастер боевых искусств. Поэтому я могу сказать, что Димаш – это мастер вокального искусства. Это второе определение, которое я имею честь дать. Возможно, это звучит впервые. Я уверен в этом. И исходя именно из этого, я и продолжу свой обзор. А если перед нами мастер, тем более вокального искусства, то давайте посмотрим, какими техниками он пользуется, какие приемы использует. Давайте продолжим. Сэнди Лэм заметила о том, что Димаш, на него наложен специальный грим. Это оперный или театральный грим. И его цель, особенно на глаза, его цель как раз, чтобы зрители, которые сидят в зале, видели наиболее хорошо, наиболее отчетливо, исполнителю. Канат пока скрывается. Папа Димаши сокрыт. Оркестр начинает играть в тональности фа минор, эф, моль. Дом мой достроен, но я в нем один, лохнула дверь за спиной. Ветер осиний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, солнце остыло совсем. Давние годы идут шириной, пусть собираются все. И вот здесь я остановлю. Итак, Димаш начинает петь сотто в отче, что переводится как в полголоса, пиано, и внизу, в нижнем регистре. Все это очень и очень разумно, потому что если Димаш начнет передавливать, переуглублять свой нижний регистр, он рискует тем, что у него может что-то пропасть в верхнем. Так работает физиология нашего голоса. Плюс Димаш работает на динамических контрастах. Если он начинает петь очень и очень тихо, то это почти гарантия, что скоро вы услышите фортиссимо, то есть очень-очень мощный звук. А вот и он. Ноточка до третьей октавы наверху. То, что Димаш сейчас делает, я мог бы назвать вокальное цунами, которое он обрушивает на публику и начинает размывать прибрежную полосу их восприятия, изменяя ее. И он также широко расставляет руки, показывая о том, что он открытая совершенствующаяся система. Молодец! контакт с залом. Плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу ни о чем простить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. зал уже под воздействием. А вот и модуляция на полтона вверх, и он переходит в FADES минор с ноточкой DODS наверху, так же, как и у оригинального исполнителя. Все пока то же самое. А вот сейчас Димаш пойдет на мировой рекорд для этой песни. Для того, чтобы это было наглядно, я специально размещаю для вас музыкальную, виртуальную музыкальную клавиатуру внизу, где ноточки будут прописаны, и вы сможете наглядно это увидеть. Так что давайте зафиксируем этот новый мировой рекорд вместе. Ноточка Ре третьей октавы и тональность Соль минор Гэ моль. То, что сейчас сделал Димаш наверху, называется стакката. И я бы мог сравнить это с миром спорта следующим образом. Представьте, что на арену выходит штангист, чтобы установить мировой рекорд. Он поднимает штангу, держит ее. Мировой рекорд уже засчитан. Но вместо того, чтобы обратно опустить на пол штангу, штангист берет, опускает штангу на грудь, а потом еще раз поднимает ее вверх. Потом снова на грудь и снова вверх. И так несколько раз. Нагрузка колоссальная. И то, что сейчас сделал Димаш, он показал высший пилотаж, потому что на столь высокой ноте делать подобное стакката это нереально. Но Димаш это делает как бы легко. И вот он идет еще на полтона вверх. Тональность соль диез минор, гисмоль и ноточка ре диез наверху третьей октавы. Сол ликует. И Димаш открывает широко руки. Он полностью себя отдал публике. Работа на самоотдачу это часть того дара, который он имеет. Без слов, без комментариев. Сэнди Лэм пытается взять. Сложненько. Тем более она сопрано. Но даже для нее это очень тяжело. А вот давайте сейчас внимательно последим за Димашем, потому что следите внимательно за взглядом Димаша. Кого он увидел? Вот сейчас и кивнул. это папа канат благодарит маэстро, благодарит всех оркестрантов. Прекрасный жест, правильный. И вот здесь я вижу счастье. Это преемственность поколений. То, что сейчас весь мир и Европа теряют это преемственность взаимоотношений между поколениями. а в Казахстане это сохраняется. Слава Богу. Казахстане это сохраняется. Слава Богу. Димаш задает вопросы пел ли я хорошо. Это абсолютно нормально. Для открытого саморазвивающегося интеллектуального человека это абсолютно нормально. и Димаш тем самым показывает, что он сомневается, что он готов к изменениям, он готов к улучшениям, он не мнит себя в данном случае Богом или верхом исполнительского мастерства, но он готов развиваться и готов улучшаться прекрасно. Нет, он поднял всего лишь на тон. Это два полутона. Удивительно. Нельзя сейчас домой уезжать, Димаш. Нельзя. Нужно выполнять свою миссию. Давай, опять немножко по-русски говорят приятно. Мне приятно. И вот сейчас я перенесу нас к небольшому фрагменту и сейчас я его поясню. Была лотерея новогодняя, где Димаш выиграл возможность лизинга, возможность кататься на ленд-крузере по Китаю. Вот. И сейчас он будет беседовать с другими конкурсантами. Он произнесет очень-очень важные слова и я на них специально остановлюсь. благословение. Благословение. и того, о чем, на мой взгляд, сказал Димаш. Благословение это передача знания, духовной энергии, передача целой преемственности. Мне кажется, именно это имел в виду Димаш. А китайская сторона восприняла его просто, его слова, как просто за слова очень воспитанного молодого человека. но Димаш гораздо глубже, чем кажется в начале. Ну что ж, волнение. Вот они, конкурсанты. Каждый из них по-своему очень силен. Кто же вылетит, а кто займет первые места? Загадка? Режиссер Хунтао очень важный человек. Именно он прослушал выступления Димаша, записи. Именно он пригласил Димаша и посоветовал Димашу с выбора его репертуара. Очень важный человек, о котором Димаш потом отзывался очень хорошо. С Новым годом! Это абсолютно правильно. Все выступления очень индивидуальны были. Слабейший покинет. Интересная форма оглашения. Не с начала и не с конца, а посередине. Китай. Все волнуются. Все напряжены. Львы. Группа. Это и про них тоже. Видите, какой юмор там царил. Люди расслаблялись после выступления, но пока еще напряжение и основное сохранено. Сэнди Лэм. Сильнейшая исполнительница. Группа Львы. Они и в прошлый раз заняли четвертое место и сейчас они ровно посередине. Молодцы. Группа Львы. Интрига. Кто же? Димаш волнуется. Кто же? Неужели он третье место занял? Ли Лэм. Сэнди Лэм. Ей 51 год, друзья. Ее голос не соответствует. Ее возрасту поет прекрасно. Посмотрите. неудачно. Итак, Димаш уже не третий. Но и не может быть ни пятым, ни шестым, ни седьмым. Понятно. Итак, первый или второй? Какое место? оглашение сразу первое место вот как димаш замер он забыл о своей подопечный наставник сейчас его мягко-мягко будут поправлять ставить на место а вот и реклама шоу-бизнес рекламная пауза все смеются все все понимают димаш занял первое место на 24 процента зрительской публики публика проголосовал за него ух тяжело сказать да речи потерял волнение сейчас будут важные слова благодарить старшего все правильно воспитана это очень важные слова он хочет учиться чему-то новому он благодарит за то что его научили чему-то новому и он продолжит учиться поэтому он достигнет высоких результатов ну что ж и под конец вот вам таблица кто какое место занял с каким результатом за димаша проголосовала 24 процента чуть больше и он второй раз подряд занимает первое место какой молодец что ж друзья позвольте я подведу итог и выступление димаша и всего обзора который оказался настолько нестандартен и настолько необычен что я не понимаю стоит ли его вообще выпускать в эфир об этом скажете вы потому что продолжу ли я делать свои обзоры на димаша или нет зависит от вас так вот димаш исполнил превосходно опера 2 прекрасным опёртым голосом насыщенным обертонами он спел идеально чисто и это второе его выступление также является эталонным выступлением не к чему придраться и динамика прекрасно и исполнение прекрасно и он использовал фигуры высшего вокального пилотажа огромный и огромный молодец и то что он сразу вот так вот на три с половиной октавы показал свой ранг показал свой диапазон огромный молодец за ним стоит огромное будущее это мое убеждение а вот мой обзор друзья оказался совершенно незапланированным местами и именно так я воспринял то что я переболел ковидом что я должен что-то пересмотреть в своем обзоре на димаша который был почти готов иной обзор более более простой а сейчас я хочу вам поставить замечательную замечательный бонус который я конечно же планировал и он будет весьма с юмором поскольку самый обзор получился весьма 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 такой философский напряженный к осмыслению дающий пищу очень обильную вот мне понадобится помощь наших дорогих казахстанцев уже и мне дорогих казахстанцев и всех кто владеет казахским языком а желательно с таймингом то есть когда что димаш произносил димаш исполнит ту же самую оперу 2 в неожиданном формате с неожиданными словами с большим большим юмором на этом я завершаю свой обзор с вами был автор канала я желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия искренне ваш субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Хандай, Хандай! 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 Хандай, Хандай!